При комплектации состава ситуация в тяжелом весе очень напомнила супертяжелую проблему. По определенным причинам отказались от кандидатуры Сергея Стародуба и срочно вызвали Александра Гробовика. Кроме проблемы короткого уведомления, оказалось, что Саша на одном из сборов травмировал ребро. Приехал к нам спарринг-партнер армяне, наши друзья, и спарринговались, и во время сбора получил травму, как принято говорить, плавающие ребра, то есть повреждение хряща вот этого. На ковер вышел за дней пять до чемпионата мира. Даже было там с главным тренером разговаривали, он говорит, ну, скорее всего, что ты пропустишь чемпионат мира, потому что, ну, с травмами не тренируешься, говорит, тяжело будет бороться. Когда жеребьевка прошла, и я увидел, что я встречаюсь непосредственно от травмы, я получил непосредственно с Артуром Лексаняном на спарринге, и он знал, что у меня болит ребро, и он тащит боковую. По жеребьевке я знал, что он меня протащит, настраивался на Фина, очень хороший настрой был, вышел, вроде все получилось, перевод на первых секундах. Он у этого Фина выигрывал, поэтому как бы для него это борец проходной. Но учитывая то, что он был травмирован, пропустил, где-то базовый сбор пропустил, поэтому чуть-чуть это связано с подготовкой немножко. Не, функционально Саша всегда готов. Вот он и отличается, в принципе, у каждого в борцах, сами знаете, есть сильная и слабая сторона. Одна из сильных черт у Саши – это хорошая подготовка функционально. Стараюсь, работаю очень спорно, и бывает обидно, когда, знаете, когда получается, ну, немножко… Делают став на негатив, и не надо. Ну, да, да. Когда вот вы будете подвадрить меня, надеюсь, у меня получится лучше, чем когда негатив. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!